Здравствуйте, Владимир Владимирович, Максим Румянцев, Екатеринбург, Крик ТВ. Очень долго ждал встречи с вами. Как звать? Крик ТВ. Крик? Да. Федеральный канал цифровой, но здесь я как русский патриот, блогер, прошел конкурс. Ситуация простая. Вот коллеги все говорят и об этом свидетельствуют. Очень многие из нас находятся в информационном ополчении, работая на местах. Органы государственной, федеральной власти... Хорошо сказал. Да. Информационное ополчение. Да, потому что очень часто нам не помогают. То есть мы бы хотели вместе с Генеральной прокуратурой, с прокуратурой работать вместе по выявлению нарушения законов. На самом деле прокуратура очень часто, она вообще не отвечает на вопросы редакционные, официальные. То есть от устного обращения они вообще отказались, все только на бумагу перевели. Делаешь официальный запрос в Генпрокуратуру РФ, которая возглавляет управление Гриднева. Несколько месяцев вообще нет ответа. На съемках встречаешь Чайку, Юрий Яковлевич, вы нарушаете закон о СМИ, подписанный президентом. Он убегает, у меня все это отснято. Обращаешься по другим... Я за каждое свое слово дам ответ и перед Богом, и перед обществом, потому что я журналист. И получается ситуация, вот есть ассоциация юристов в России, там конкретная внутренняя коррупция, потому что есть люди, которые не имеют действительного юридического образования. Ты к ним апеллируешь, чтобы они разобрались. Нет диссертации ни в одном архиве, человек является кандидатом юридических наук. Экс-депутат Государственной Думы, возглавляет Челябинскую ассоциацию юристов Дмитрий Еремин. Я говорю, у вас очень много здесь юристов, подайте на меня за клевету. Они поворачиваются и уходят. И здесь высший эшелон юридической власти, Крышиниников, Чайка, Степашин, Зорькин, Виктор Блажеев. Это весь цвет российской юриспруденции. Они вообще никак не реагируют. Обращаешься в Минобор, они говорят, это персональные данные, мы тебе не будем отвечать. Обращаешься в ВАК, вообще молчат. И получается, что вот таким образом они сами себя дискредитируют, не хотят с нами идти на конструктивный диалог, вести с нами прямой открытый разговор. И они в принципе избегают общения с нами. То есть у меня очень много случаев, когда следователь убегает, у меня судья сбежала с приговора. Это все отснято на видео причем. Полицейский в здании суда предлагал деньги при мне заявителю, мы засняли это все на видео, чтобы он отказался от своего заявления. Нам говорят, это здесь ничего страшного нет. То есть это все нормально. Я им открыто говорю, извините, мой президент вчера по телевизору сказал вот так вот. Какому президенту вы здесь служите? Для вас есть вообще законы Российской Федерации? И очень важный момент. Они все сидят под знаком Российской Федерации, за которой проливали кровь наши отцы и деды. А сегодня они отрабатывают свои собственные интересы, прикрываясь этим обличием власти. И люди иногда идут, почему к бандитам? Они знают, от чего они их отжидают. А когда идут в органы федеральной власти, ты не знаешь, что там сегодня тебе скажут. Я ловил пьяных прокуроров на службе в форме. Я ловил два раза межрайонного руководителя следственного отдела Нижнесернинского района полковник юстиции Тутынин. Он бывший красноуфимский прокурор. 29 января и 24 апреля. Да, генерал Задорин их очень сильно наказал. Он молодец. Генерал Задорин у нас, руководитель Следственного комитета по области, он ездит, общается с народом. Не Охлопков, областной прокурор, не Бородин, начальник нашей областной полиции, он не ездит к народу. Более того, они вообще не хотят общаться с людьми. Они сидят где-то там, далеко. А социальное напряжение, как здесь коллеги говорили, оно реально растет. Мы вопием к вам. Пожалуйста, помогите. Вы гарант наших прав и конституции. Вы мой личный президент. Спасибо. Знаете, сейчас я о чём подумал, когда вас слушал. Во-первых, я не собираюсь никого прикрывать и говорить, что они не могут вам ответить на каждый ваш запрос. Коллеги наши из правоохранительных органов, из прокуратуры, из следственных органов. Потому что они очень заняты, есть определённый порядок. Вы по этому порядку вот идите и до них добираетесь. А они и так загружены. Я так говорить не буду, потому что они в соответствии с законом должны реагировать. Первое. Второе. Это, может быть, самое важное, о чём я подумал. Я хочу вас, во-первых, поблагодарить за вашу работу. Потому что это действительно есть настоящая работа. Ну и в-третьих, я когда вас слушал, подумал. Кто это осмеливается и говорит, что у нас нет свободной прессы? Что пока у нас есть такие люди, как те, которые собрались здесь, мне кажется, мы должны быть спокойны за то, что, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, препоны, препятствия, всё-таки есть люди, которые честно служат своему народу, исполняют свой долг. И вносят существенный вклад в укрепление нашего государства. Потому что если этого нет, то тогда это будет просто наращиваться протестный потенциал, который будет вырываться совершенно в неудобоваривные формы. А вы делаете так, чтобы проблемы, которые есть везде и в нашей стране, решались цивилизованным способом. Но я могу только сказать, что я с вами и буду вместе с вами работать. Вам спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что мы с вами вот такую совместную работу продолжим. Хочу спасибо сказать большое и руководителям УНФ, и нашим сегодняшним ведущим. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...